Что произойдет, если вы начнете говорить людям правду? Первое. Люди перестанут разговаривать с вами. Если вы начали говорить правду, приготовьтесь к тому, что некоторые люди перестанут с вами разговаривать. Это могут быть члены вашей семьи, ваши друзья, ваши коллеги и ваши инвесторы. Приготовьтесь к тому, что ваше окружение кардинально изменится, и это касается как реальных людей, так и ваших друзей в социальных сетях. Когда говоришь правду, сложно кого-то не обидеть. Но также известно, что обижаются только те, кому это выгодно. Если человек сам честен с собой, его очень сложно обидеть. У него можно вызвать лишь недоумение своим поступком. Второе. Люди начнут думать, что вы сошли с ума. Читая ваши записи или общаясь лично с вами, у многих начнет возникать вполне естественный вопрос. Вы сошли с ума? Вполне возможно, что они начнут задавать этот вопрос вашим друзьям или близким, интересоваться вашим общим психическим состоянием. Кто-то может учтиво посоветовать вам хорошего психоаналитика. Третье. Люди начнут пугаться. Люди начнут вешать на вас ярлыки. Кто-то скажет, что вы просто пытаетесь выделиться среди толпы и быть не таким, как все. Городской сумасшедший или сумасшедший гений. Кто что-то станет разбираться. Кто-то назовет вас выскочкой. Говорить правду – поведение не совсем естественное для современных гомо-сапиенсов. И никто не любит, когда на корпоративном, например, собрании кто-то встает и начинает говорить правду о том, что же не так. Вообще мало кто любит, когда говорят правду о заведомо неудачных вещах. Четвертое. Люди начнут находить вас забавными. После того, как окружающие привыкнут к вашим высказываниям, некоторые даже найдут вас забавным и люди начнут потихоньку возвращаться к вам. Им будет интересно, что на этот раз вычудит этот сумасшедший. И что самое главное – они будут уверены в 100% правдивости написанного или сказанного вами. Вы станете для них чуть ли не единственным источником новостей без цензуры. Вы станете чем-то вроде сериала, от которого сложно оторваться, но только круче. Пятое. Люди начнут доверять вашим советам. После стадии привыкания люди начнут доверять вам, потому что они будут точно знать, что вы скажете им правду. Они напоете на ушко красивые истории только для того, чтобы продать вам что-то. Они могут не любить вас, они могут даже опасаться вас, но за советом придут все равно. Вы можете стать чем-то вроде последней инстанции. Шестое. Вы станете свободным человеком. И последняя, самая приятная стадия – вы станете свободным от своей золотой клетки собственного бренда. И построите себе новый бренд, у которого не будет границ. Если раньше вы не говорили, что вам действительно нравилось, или что вы действительно думали по тому или иному поводу, из-за того, что боялись кому-то не угодить или потерять друзей, то теперь вы смело сможете говорить то, что действительно думаете. Потому что рядом будут люди, которым вы нравитесь именно из-за своих личных предпочтений, а не потому, что вы соглашаетесь с ними для того, чтобы только им угодить. И вам обязательно станет легче, потому что теперь не нужно будет следить за тем, что вы написали, или за тем, что надели, или за тем, с кем вы теперь появляетесь на фотографиях. Ведь вы теперь – это вы. И рядом с вами те люди, которые любят вас, ценят вас и доверяют именно вам. Именно из-за правды. Не стоит путать честность с откровенным хамством и грубостью. Эта свобода совсем не означает, что вы можете говорить гадости направо и налево. Эта свобода означает то, что теперь вы можете построить свой личный бренд на доверии, сделать самого себя только лучше и научиться нести ответственность за сказанное. Субтитры создавал DimaTorzok